Родители, вы же видели, что делается А этот каждый минут вывернут от работы руки в карманы, станет, станет Паразита растите? Он из вас будет штуки выжимать, воровать и тащить наркоманам Вы все еще думаете, что-то изменится? Уже не изменить До четырех лет надо было заложить Глядя на них, как на каких-то мартышек А это учителя наши Вот глядя на них, мы должны подумать, как наше детство прошло Он не понимает, то есть совершенно опустошенный стеклянный взгляд Да в этом возрасте, что можно уже знать В 10 лет нам самостоятельно большое стадо, 150 коров Мы пасли Брату 10 лет, мне 5 И все лето пасем Выгоняем еще снег, только протая где-то И загоняем коров, когда снег выпадет осень А сегодня до обеда и все Если считать, что после 6 месяцев Доразделить пополам Это вы в 120 раз хуже нашего поколения Ему даже никакого не стыда, ничего не знают Встал, руки... Чего стоишь? Сел Сел, смотрит по сторонам Отошел опять, встал, встал Как суслику норки Как это можно? Другого маленького замечания сделаешь Мы стыдились этого Пропалывали не яд, а осод Это колючий Перчаток не было, голыми руками Учительница рядом И мы пололи По руке кровь течет А замечания если сделает Такое ее Как бы родители не узнали А ему он, а голдыш Как отец называл И они сразу друг друга нашли Этот, который вот в лагере Схватил фуражку, выбросил Найти не могут Выйди сюда Скажи, зачем ты фуражку снимал? Она твоя была? Нет Зачем ты ее брал? Какое оправдание? Это его собственность Чтобы он слез Чтобы он слез У тебя башка с катушек скатилась Какое ты имеешь право ему приказывать? Он слез Я старший Ну он слез За ноги тащил, тут понятно А фуражка, это какое отношение имеет к этому? То есть он фуражкой дорожит Он за ней теперь побросится и найдет А ты ей не дорожишь Ты забросил, найти не можешь и второй день Ты должен быть наказан Я поведу тебя к родителям И там будем наказывать Сегодня же Ты злой человек растешь Из школы идешь 2 часа А идти всего 5 минут Чтобы домой только не прийти не работать Из дома вырвался, все Зачем ты трогал его? Зачем? Какой сатана тебя под руку толкал? У него он кепку-то залез Вот у него А ты зачем на матрас залез? Я тебя второй раз спрашиваю После второго спрашивать не буду Будешь стоять здесь Без завтрака Зачем на матрас залез? Просто хотел полазить А? Просто хотел полазить Просто так Просто так будешь стоять Ты просто такой парень Матрасы спать людям привези Матрасы забрался С ногами С грязными С ботинками Чубуки Встань туда Вот здесь Молись Вот такое поколение И в армию берут Оттуда гробы везут Да Какой он? Он не выполняет ничего Счастье Если ты до армии умрешь Иначе тебе такие рога будут ставить Там в армию Там есть люди Которые маленько соображают Ты будешь все стирать Трусы им Портянки Подносить Есть Быки называются Просто так Но если бы послали не матрасы А одеяло Простыни Просто так Залез с ногами Зачем? Скажи Зачем ты залез? Все Опустошенный Трясет его уже А до матери Он Святой Это бесноватые дети Один раз За две недели Попросили Матрасы там рядом Подвести Матрасы Совершенно легкая Он уже не знает Что матрасы Он не видал Он как дикий Кипятинулся на матрасы И люк Если так-то разбирать Так твой поступок Похоже его Он не знал Как тебя согнать А хлеб лежал А тебе разницы Никакой нету Здесь у нас Фьютия поставил Чашечку Чашечки нет уже Все Почему чашечки нету? Это от вас зависит Не дети убрали Вы ее убрали На нее прокидывать некуда Пол мокрый Я сказал Чашечка стояла Чтоб всегда Попили Показал Все это засняли Только отошел Все по-своему Как у Никиты С обратной стороны Дверь, что была закрыта На воротах на улицу Палочка Никита тут же убрал Чили сейчас уже нету Я подознал Никита, ты убрал Я отдам замок Тебя-то не касается Ты замок не видишь И тебе проверять надо Палочка показывает Что у тебя заперто Вчера пошел Палочки опять нету А он и не видит И не знает Что палочки нету Я помню В чужом дворе Он этого не помнит А почему? А зачем? Зачем? Думать Это же напряг какой делать И вот такие вы жили Кто из вас лагерь-то не хотел? Тот, наверное Кто говорил Лагерь-то ему скучно будет-то? А-то тебе скучно здесь? А ты ничему не научился? Сидеть не умеешь? Есть не умеешь? Дают уже полпорции Меньше И вот в чашке Гоняет эту картошинку Гоняет Смотрит опять Ну бери в рот ее В рот Это рот называется Это ложка называется Он не знает ничего А сколько тебе лет? Девять Девять? Да До девяти лет Он не знает Как сидеть И как есть Я уж больше не беру Пойдут в туалет Все Загажено Мимо ходят И кто-то должен убирать А кто убирать? Ты должен убирать За собой Вот сегодня пошли Сейчас мы будем молиться Я пришел и сказал Пойдите убирать Кто ходил туда Главный убирал? Как вы убирали? Грязь размазали И все Одно крыльцо только вымыто В шароване там Старостям вылили воду Вы еще там намочили Он не просох еще пол Мокрой влажной тряпочкой Протереть Вот как заходишь Это веранда называется Никита Под ногами гвозди забиты Володя сейчас вывергодергал Прямо посреди пола Три гвоздя Не мог ты не видеть Сколько месяцев здесь А почему Трин Трава Он такой же рос Родители в разводе Ребенок сам по себе Но сам по себе Ты понимаешь Это разные люди Мы в Барнауле Ходили на кладбище Там горки хорошие кататься Как кладбище булыгинское Ну мы их отошли в сторону Смотрим Из-под земли Вылазит человек Кладбище Из-под земли Прям вылез человек Мы на него Уставили Смотрим Второй человек Из-под земли Вылазит Зимой Ну если бы это Ночью было Ну можно было Даже не напугаться Ну у нас было Там человек 50 Мы Давали спрашивать Кто они Два бомжа Бомж Это означает Безопределенного Места жительства Не вообще А у него нет ничего Таким бомжом Грубо говоря Был наш господь У него негде Голову преклонить Птицы Натемеют Гнезда Лисицы Нор Негде В 4 класса Вот я пошел В 10 лет Мы уже жили На квартире В Корщиной 10 лет Мы Я каждый день Смотрел Еще хозяин Снег Надо выкинуть Снег В воду Хватаешь бедра Бежишь Как угодить Хозяям Они на квартиру Нас пустили У него никакого Понятия нет Совершенно Топиться нещим Я сказал отцу Кизяк Это корову Где ходят На то что Лопатой режут Когда высушат его Он говорит Бык А бык ходит Как Он вот так вот идет И говорят Когда прямая линия идет А бык на ходу Оправляется Ему не надо останавливаться И он когда писает Медленно И вот так вот идет И вот так у него И когда говорит Ну у тебя линия прямая Как бык нассал То есть Вот такая вот Амплитуда И отец Быка запрягает С одной рукой Зимой Градусов 30 Мороза Носами кладет Кверху Перепутывает веревками И везет Корчино За 12-15 километров Чтобы хозяевам Сделать хорошо Чтобы было тепло Он знает это Он видел эту нужду Они без нужды выросли Вот этот отряд весь Стараюсь Он вообще работать не хочет Чуть-чуть опять болтает И болтает И болтает Он из-за юбки погибнет Это уже можно Пророчество ему сказать Рот раздевает На каждую девчонку Не подходите Как Тарасю Освободите Вот этого Задушили его Газами своими Один час Повторяю Я пришел Один час Вот посмотри У меня какая спина Рубой Задень его Вот здесь Вот задень Вся мокрая И мокрая уже полчаса Взял лопату Вчера уже заранее Наточил И пошел И сейчас сколько прошел Репей Глубже в землю подрезать Он очень глубоко А крапиву с корнем И Никиту послал Ты прошел все? Да Сколько сделано? Много Много? Один час А ты здесь живешь Это твой дом И ноги не положил Значит пройти всю эту территорию Все железки Все деревяшки Дерешки жечь Железовую воду кучу Телеги Сани Все размонтируй Для этого времени Много не надо Надо много желания иметь Один час Один И сколько Нормально Воз Воз примерно Воз Настоящий Вот такие вот Лопухи Они вот-вот Маленькие дадут семена Колючки И он будет цепляться Везде своих ребятишек По свету распускать Но сегодня он мягкий Еще не цепляется Я его вес подрезал Вес Сколько только было И через пасеку вышел Я говорю Никита Пасеку приготовь Там пчелось Там очень хорошее место Но Приготовь это означает Личнее убрать В прошлом году мы деревья спилили Новые поросли Которые обрубить Которые раскинили Я с тобой говорю Я тебе говорил Что здесь Но ему Будто бы Я не знаю Матюшка сказала Там что-то нехорошо Около дороги Там Павел держал Много лет Пасека была И мед качал Но это лучше Матюшка сказала Не надо шить Еще не надо делать Понимаете Он сразу Мгновенно Он не думал Что лучше Хуже Но главное Там не работать Никиту перед детьми Отчитывать А где Перед кем Я должен отчитывать И вы пример даете Чего вы детей-то боитесь И заступаются В интернете Выходят те Которые ничего Не имеют Не делают Вот такое же Отребье земли Писание называет Отребье Отребье Когда Конопля вырастет Ее вырвут Потом ее вымачивают Снопы Мы нас помним А где вымачивать В пруду нельзя А там и мутки были Вот где Вон там далеко И туда возили И туда эти Опускали Как они их удавливали Не знаю Сверху пласты земли Или что И они там в воде были Видимо Размакало Все Представьте Туда деревню вся возила А никто в пруд не лезал А сейчас А что указываешь мне Мои гуси Твои гуси держи здесь Или пруд выкопают Тут дети купаются То есть эгоизм Верующие Я говорю Верующие И нигде Лучше там Где никого нету Там лучше Лучше где нас нету А теперь Когда придут А мы мелко Вот так вот Две Ну стоят как это А третья вот такая Она берет Она запускает сюда Эту отмоченную Эту коноплю Вот так вот Бьет Ломает его Ломает Ломает А потом А потом А потом вот так вот Трепет И там Такие длинные Как нитки А потом Такое крепкое Полотно из него Шьют И вот это Которое Острика летит А трепет называют Видите Сколько надо знать Они ничего не знают Рот закрой Никита Время-то уходит Я сказал В прошлый раз Ты проходи везде Смотри Как в прошлом году Лежали Живезяки разные Пройти невозможно Репей вот такой вот Но который он здесь Срубил А у репья Главная задача Детишек по свету Пустить Эти семена И он Вот такой вот Только вырос Уже семена А который Первый раз Не тронут Я сейчас Завал Вот такой вот Акулус Такой Не могу Лопатой его взять Перерубить А который маленький Он маленький Но успевает Репетишек дать Какая же Однако живущесть У него Плодовитость Ты ему не давай Расти Время нет Один час Ты здесь Сколько уже Месяца Три-четыре Так нет Это Сто двадцать часов Отнять только Эти Воскресные дни Ну сто Точно А то в сто раз Больше бы сделал Чем я Ты же молод Ты более провалил Лопату не оду И не сломал бы Все лопаты поломают Ну явно Что хрустит Уже давит Ну ты перережь Возьми топор Топором отруби Здесь вот Сейчас мы находимся Здесь все В репье было Я взял топорик В прошлом году И на четвереньках Полз И топором рубил Он выше меня Вот настолько вот Топором рубил Володя знает Здесь у Никиты Так же было Рубил И рубил И рубил Все вырубил поле А сейчас маленький Вчера прошел Еще раз Девчонки только сказали В лагере они мыли Были столики На которых мыть Только сказали И сразу поехал В лагере Смотрел Оторвал Старые привезли Ребятишек Послал Володя сказал Лучшие доски Какие есть там Сделать Чтобы настоящее было На какой высоте Спросить Где Посмотрели Все Один раз сказали Если ты человек Ты услышишь Она нуждается Она сегодня нуждается Завтра ее не будет Она уедет Она скромна Там Говори не говори Ничего нету Притом быстро Это надо сделать Быстро Вам интересно Это нет Вот есть рядом Пруд Который идет мимо Где песок Я напоминаю Не один раз Однажды я прохожу Мимо там Сучки подбираю Деревенские Даже не трогают И на этом дереве На этом пруду 17 вот таких Вот ветлин росло А ветлина Она очень Рядом Растет Развесистая Первый год Батюшке Говорю Да ладно Не до этого Гости приезжают Частые Я с гостями Днем подойду Поговорю Покажу Говорю Пилить надо А двурочная пила Которая жужжит Такой не было Батюшка ложится спать Я этого соседа Гостя беру И пилим И выпилили все 17 За сколько там За неделю За две Ну а на боку Батюшка говорит Спилены деревья А потом нанял Два больших Огромных Американских Бульдозера И приграл За 15 километров Они работали здесь Заплатил им Труд выкопали В одну землю Сторон плодородная земля Там вся Ну как Сохранить это надо А другое Одна глина Этой глиной Пользуется вся деревня 26 лет Вот она же иду Лежит доска Доска вот такой вот ширины Как вот эта Две Длинная доска Я говорю Как доска попала А у соседей Это Катька Плавать на ней хотела На доске плавать Катька Серфинг какой-то Как это Ну и дальше Все знают Деревня Катька Катька знает Ей надо кататься На доске не прокатиться А она мне Катька Ни друг Ни брат Близким другом Она никогда не была Потому что она Неревностная Сейчас за старобрядца Вышла Вообще в храм не ходит Сидеть будет 10 лет Лишь бы только не ходить В православный храм Это самая крепкая вера считается Ее до причастия допустят Я пришел домой У меня достаты были доски Обрезанные Настоящие доски Это длина доски Примерно от отсюда Вот до этого места Вот представь Сколько надо было досок Мне Ширина Теперь я делаю плод Вот из таких досок Ну и плод Примерно вот такой ширины 144 бутылки Загнал мешки Двойные Мешки На них это Плод который сбил И снизу закрепил их Попросил людей Принесли И у него сделал бортики Чтобы не упасть На той стороне Пошел сделал скамейки Где выходить Призвал Катю Катя Ты старшая Ты хотела на доске Вот тебе плод Я тебе его даю Теперь катайся Чтоб только никто не утонул Весла сделал А зять сидит Ой-ой-ой Чем попало занимается А сестра и говорит Она за ним А ты бы стал делать Да я Да никогда Он говорит Вот в этом ваша разница Я услышал голос Мне желали у Катьки плавать А потом Перетащили Там плавали Мы три мужика И велосипед На другую сторону Перетаскивали Девчонка вот такая Она была примерно С Валерией Катька хочет плавать А почему Не сделать Чтобы ей было приятно Да кота доски Правильно Я лишился досок Что-то я не сделал Но Катьке приятно И другие плавали Там очередь К ней была Еще там где Борта Красным сделали Куда не завалиться Ну 144 бутылки По полторы Ну умножь теперь Это Тяжесть большая Это 100 литров с лишним А равна весу Вытесненной воды Подъемная сила Ну 150 160 Ну трое ребятишек Свободно могут быть На 160 килограмм весу Она рассчитана была Да еще плод Сверху доски Плавучие Володя Я это говорю Ты помнишь это? Не было тебя? Тебя еще не было Ну деревья все знают Ты будешь плод делать Для кого-то? Да никогда Только нахулиганить Изломать И поэтому Не надо удивляться Что это поколение Должно погибнуть Как один человек говорит Нация не могла выдержать Быть во главе Других государств Она должна исчезнуть Нация не та На которую поставили Вот сейчас мы пошли Вы сейчас пойдите Сами посмотрите Как зайдете Вы ушли раньше Зайдете Ну веранда где В голову порывете направо Лавь Как было все так Ты заметишь Что ни одной порошинки не было Да протри Да этот лавь Да проверь внутри И по порядку Какая посуда Ничего даже не тронули А слева Как стояли Ледра там Что даже не прикоснулись Даже сухое Нет Кто там был Поднимите руку Ну Бог Как у нас отец говорил Говорит Такие руки Отшибить не грех Разве можно так работать Да бы по одному квадратному метру Каждая бы вымыла Выскоплила И уже бы этого не было Любой железкой бы взяла Свернула травой Раньше был Хвощ называют Растет Некрашенные полы Их хвощом натирали Так они желтые Такие были Они побыли Воду развели Пошли И не поймешь Что ли там Человек По легкому ходил То ли мыл Вообще непонятно Вам должно быть Неудобно И стыдно Это сегодня Вот Единственный Можно сказать Раз коснулось Пойти туда Никита Он все время Помогает Да действительно Он упустил Но Мы должны помочь Двор освободить От сорняков Я полностью Его освободил За один час От репья И огород И пасеку Все обошел Вырубил И какая-то Одна пташка Все время За мной кричала Я ей Говорю Я не знаю Где твое гнездо Ты меня прости Но надо убирать Видимо Она была где-то здесь Я мог повредить ей Она опять за мной Я говорю Ты отстань от меня Мне жалко тебя Гляжу Она отстала Больше не стала пикать За мной летит И пикает И пикает Вы живите интересно Вот дали тебе Такую возможность Так я уберу Так Чтобы это было Понятно Любому Никто так красиво Не сделает Как я Кто знает Раньше был Генеральный секретарь Партии Брежев Об это время В стране был Второй генеральный секретарь Никто не знает У баптистов Всех Б Каря Александр Васильевич Он остался без отца И мать одна В Москве Или Санкт-Петербурге Не знаю где-то И она решила Одна Воспитать Сколько их детей Я не знаю Но именно Она ходила Она ходила и ходила По разным училищам Смотрела И наконец Нашло такое училище Строгое Он говорит Там иголку Бросит где-то Подметает Если они не нашли Иголку Заново Все помещения Промывать Так они как огня Боялись Где-то Смотрят Где что лежит Может будет Там иголка Или гвоздь Я не знаю Я отдала его Не православную Расхлябанную А отдала Немецкую И вот какой человек Вырос Да он не православный Да Она человека Из него сделала Вот сейчас В стране Кто патриарх Кирилл А и два патриарха Новозыпковская Старая Брящевская Александр Избрали патриархом Люди даже и не знают Да как кто из них Ну кто из них Это Бог определяет Но он патриарх Законно избранный Это все надо знать Ты когда сегодня Не хотела работать Ты думал Что придется обедать Почему ты плохо работал Смотри на него Отвечаю тебе Спрашиваю Совершенно отсутствующий взгляд Я спрашиваю Почему не хотела работать Отвечаю У вас они на учете Стоят дети Или еще Или в школу ходят Он смотрит И видно что Аутизм Или что-то У нас с такими Детьми надо работать Работать Жесткие рукавицы Найди Такого наставника Строже которого Во всей вселенной нету А эти Которые гавкают Шавкают Ты на них не смотри Это от сатаны Люди Которые Против нашего воспитания Нас десятеро в семье Десятеро Пять ребятишек Известно Пять девочек И мы все работали Мы не знали Как это не работать Если полдня бы не дали работу Я бы не ходил И теребил Мать И все Дай хоть какую-то работу Но мы знали какую Огороде полоть Поливать Не было колодца Вот отсюда Вот туда бегали Где Надежда Васильевна Я бедра несу Пощупаю мускулы Какие у меня Ох какой я сильный стал У меня турники Березы Лазить везде Чтобы уметь С одной на другую Летишь как тарзан Они ничего не знают Вы скучные Неинтересные Измените свое отношение К жизни Смотри на эти надписи Покайся Что ты такой есть Ваня сегодня гляжу Собака залаяла Идут девчонки Там Ну я не знаю Кто Леонид Или кто Ваня Перестань Что ж такое Как ты собаку завел И не знаешь Собака Это главное Что она лает Она не мурлыщет Кошке разницы нет Вот все утащи А собака жизнь отдает за это Она обнаружила чужого Она лает У тебя в кармане должно быть Сушеное мясо Маленькое В чем-то заложено Или косочек сахара Подари И проглать ее по спине Там окончания такие есть И скажи Хорошо Хорошо Чужой Чужой Хорошо И дай ей А ты наоборот Глушишь ее Она Не так по твоему Она уже прячется От тебя за конуру Отпутала все дерево Длинный признал берег Она не вылезти не может Он ее не видит Ты приезжи на такую Короткую Пусть она короче будет Вытащи конуру Чтобы она нигде Низа чего не зацепилась А бывает награда Собака Через награду прыгнула А она Повисла Вот приходит собака Мертвая Вас самих надо Через эту ограду Перебрасывать Зачем тебе собака Когда ты ее не любишь В собаке Самое ценное Это ее защитное свойство Обнаружи чужого Это природное Даже учить не надо Вот я здесь Был Собак-то не было У нас всегда были Три собаки Волкодавы Отец овечек пас А теперь Потерявку-то открыли Я у одних видел Черная овчарка Это редкость Черная-черная Как вот надпись Вот это Фон Черный Леонида Штурки задерни Берта звать Ну я ее купил Я купил эту собаку Привез сюда Я не знал Что она такая Себя представляет У меня ученые были собаки Я учился в уголовном розыске А тут Пошел пасти А она Природная пастух А она не просто Гонит овечек Она вот так вот бежит Овечки там Овечки там Она вот так бежит А тех подогнала Вперед За теми бежит И вот так Щелноком гоним Она бегает Мне не надо было гнать Я Алиной ду Она гонит всех Небольшой единик Куда овечек загоняет Она Если ягненок Она носом подталкивает Его Как только он Грань где ворота стоят Она загнала туда Стала Дальше не идет Там овечки Однажды баран Что у него там Бодали садил Бами бьются И видимо Рог повредил И там червик И он Семь что-то случилось Он поперся куда Я говорю Берта Она его догнала Как курдюк сал А ты не схватишь Она ухватила его за рог Прижала к земле И держала Пока я пришел Не укусила ничего Я однажды Было такое Я эту собаку Уезжаю Отдал другому Хорошему человеку Хороший Я говорю Тебе надо Да надо Смотри за ней Эта собака Очень ценная Средиземную Познаю Погибла собака А как же она погибла Оказывается На улице было 43 грамм Самароза Она щенилась У нее отняли Всех щенков И не пустили В комнату Мне соски Все Сосульками сделать Я по сегодняшней Един забыть О нем Да как мы не умерли Со страха Отнять щенков Не запустить ее В комнату И погубить собаку Рождество Христово было Да какое вам Рождество Когда вы жестокосердные Такие Какое вам Рождество То разрешство щенка Сначала научись уважать Ну оставил бы Одного Двух Там собак Ни у кого не было Собаку всегда Можно найти И применение Ну в комнату Завел бы ее 43 градуса Мороза Она не могла По другому Она погибла Как она мучилась После этого А человек то хороший Мое отношение Прямо И человека терять нельзя Я выговорил Все ему Какие вы же Закосердные Сколько вас открывает Собаки Кошки открывает Какие вы Мне вот кошка попала Да я поставил капкан Я предупредил всех Я сейчас спрашиваю Где она Кто ее видел Где она Меня беспокоит Это Как она У голубя у нас Одного Появилась вот здесь Какая-то шишечка И приехал Ущица у нас В медицинском университете Вася Плотников А Марья Она сейчас уже закончила И я ассистировала ему Они сделали операции И все заросло Голубя Операцию делала Это вещь неслыханная Это деньги стоят На нашу бесплатность Все зашили Как положено И оттуда Он выскрип Что-то там появилось И обросло И вот такая бульба Закрывает глаз Я вам много сказал Как быть человеком И ты каждый момент Ищи Вот увидел Матрасы Раз с ногами Он увидел Он сказал Матрасы О это важно Люди Смотрите Не запачкайте Как-то Зачем тебе Нечистая сила Занесла на матрас Он ничего не понимает Ты матрас Знаешь что такое Знаешь Ты знаешь Что на нем спят Знаешь Что это Не для обуви Зачем ты залез на нее Все Дальше Полный открытый Тупик Будет он молиться Искренне Что ты обманываешь себя Мать Нет ничего там Нету Притом даже До нормального человека Еще не дорос А этот В верующей семье Отец Мать рядом И они Удивляются В кого он А вот не говори Как идет Которые там В нашей ролике Смотрят Это совершенно Нормальное явление Не говорить не надо Да вы жестокие Вы ребенка Да воспитатель Отчитывает Да его не отчитывать А пороть надо При воспитанниках А вы должны Уважать его Несмотря ни на что Привыкли Как за углом Шептать Сами себе Придумайте Наказание Вот эти двое Зачем ты залез А зачем ты Пуражку сорвал Будем молиться Господи Прости меня Грешного Господи Слава тебе Всемогущий Создатель Исправь этих Отраков И благослови Путешествующего Игоря И гостей наших Тебя слава За всеотестный Святой Дух Аминь Позвонил Сергей Пупков Из Канады Встречал в аэропорту Никто не приехал Причина пока неизвестна У них телефоны есть Анатолия руку сломала Где-то Или зубы Хотела лечиться в Москве Так правильно я понял А спросила Можно ли здесь Да в Барнауле Прекрасные клиники В Барнауле Очень высокий уровень Медицины Я считал Это чуть ли не лучше Во всех этих Сибирских регионах И я знаю Огромные такие Клиники построенные Там Сколько я здесь Семиэтажные В каждом районе Врачи я знаю Плохих врачей Даже и не видал Здесь Давайте Одному я сказал Что-то болит Надо вести активный Образ половой жизни Я саду матрас на пол Стащил Положи хлеб Вот он себе Нашел наказание А ты не нашел За стол залез Да? И уже кусок схватил Ешь Не влазь Сразу сходим К родителям Два наказания Не бывает Пойдете Самое грязное место Найди там Убирать Дай ему убирать Хорошо Чтобы он понял Что такое грязь У мальчиков Заходить С обувью На улице Почистить И туда Зайдете И там ногу Вытащим Из ботинка И ставь на коврик Голой ногой На пол не ставьте Вот здесь Я принес Около крыльца Бремной И забил Ноги чистить И загнал Как раз под крыльцо А сейчас Чистить нельзя Она вывернута Кто вытащил бревно Из-под крыльца Вот здесь рядом Которая Ноги где чистить Кто вытащил бревно Я Не я Кто? На стихно Читая вытащила Ты вытащила Иди Затолкай на место Она вытащила Она сейчас Едем А беремот Перерачивается А там оно Зажатое было Она из-за чего Мышку увидала А на место Не додумалась Во слава боже Внешне Светлую водичку Плывите Светлую водичку Светлую водичку Светлую водичку